Итак, как вы помните, мы тут решили полетать по Повелителе Пламени. В общем-то, мы сейчас по нему и будем летать. У нас задание — поиск артефактов. Здесь же в этой системе есть система своего чужого из жнецов, но туда мы пока не собираемся. Поэтому, так как нас никто не будет тюкать и трогать, мы будем летать по важным делам, интересным, и по сюжетке полетим уже к самому, к самому конце. Так, где у нас аномалия? Аномалия где-то вот здесь находится, вот она. И мы запускаем сканер. С помощью сканирования были обнаружены районы, соответствующие описанию Доктора Кайша. Там могут находиться важные для задания данные. Внимание, на планете обнаружено присутствие гетов. Соблюдайте крайнюю осторожность. Гетто — это плохо. Не, ну не то чтобы на самом деле плохо. С гетами-то, в принципе, справляться относительно легко. Сложнее справляться стало с роботами. Типа Эмира. Ой, ладно. Но все равно придется, ребят. Так, кстати говоря, а вот Грюнд может все-таки эту винтовку носить? Мне вот интересно. По-моему, нет. Да. Не может эту винтовку носить. Обидно. О да! Нас опять высадят на хорошей машинке! Да-да-да-да-да-да-да. Да ладно. Да ты шутишь. Мне нравится то, что у нас самонаводящиеся ракеты. Прям замечательно. Подпрыгиваю я для того, чтобы осмотреть зону и, ну, найти там какие-нибудь артефакты или что-нибудь в этом духе. То, что, вот видите, найдено пять артефактов. Все зоны помечены, так что найти артефакты будет несложно. Вопрос только в том, что мы... Дропшип. Согласитесь, это замечательно. Именно иметь молодяжки, да? Отлично. Один из пяти найден. Я понял. Эти артефакты я не пропущу, скорее всего. Ну и по заданию я обязанных собрать все. С остальными могут быть, конечно, проблемы, но я тоже не думаю, что я их упущу. Так, я вспомнил проблему вот тут. Нужно быть аккукуратным. Надо колосика убить. Потому что если я его не убью, то будет хреновенько. Так. Главное в эту гадость слизистую не упасть. А ты смотрю, мощный чувачила. Отлично. Здесь, собственно, собрали все. У нас миссия ограничена. Видите, там как бы есть границы миссии. Дальше мы, допустим, не пройдем. Специально заглядываю под мостики, если вдруг там что-то есть. О, поняли. Мы и сами. Хочется заглянуть еще вот сюда, вот, на всякий случай. Короче, надо убивать ленивого колосса. Пока тот, в свою очередь, не убил нас. В принципе, это довольно простое задание. Простой она как раз-таки из-за того, что мы находимся. Вот так вот нам потом надо будет вылететь. Я понял. Но это потом. А пока... А пока мы собираем данные. Ну, можно и вот так. Но, если что, оттуда проще. Хотя одинаково, на самом деле. О! Что-то полезненькое. Блин, корабль не вновь раз так шмаляет. Вот если его просто оставить, его может в итоге выдвинуть с этой платформочки. Так, а давайте-ка обойдем их. Минус колололосик. Ну, то видите, я не зря их обхожу. Замечательно. Замечательно. Мы собрали еще кое-что полезное. Так, ну я хочу убедиться, нет ли там чего-нибудь для нас полезного. Поэтому таки... Попрыгаем. Немножечко. Вот так вот можно здесь запрыгнуть. В принципе, мы должны были отсюда прилететь. Это последняя штука. Здесь нам придется таки подражаться с колоссами. В ближнем уже бою более-менее. Они пока нас вроде не коцают, но... Кто, как говорится, знает. Так. Ну, можем перелететь. Попаться отсюда. Раз у нас такие... Большие типа повреждения от Прайма. Он нас нахлобучил немножечко. Так. Ну, здесь мы были. Я тебя просто сейчас за угол заверну. Посмотрю, может здесь есть что-то. Ха. Я прям... Хренов сыщик. О, платина. Замечательно. Правда, у нас этих ресурсов уже оверда хрена, но... Приятно все равно, согласитесь. Миссия объективов выполнена. Ну, вроде больше ничего нету. Да. Итак, с поверхности планеты получены данные. Протеанские артефакты будут забраны позже. Обнаружены артефакты исторической важности. Местоположение доктора Кайши не установлено. Все геты на планете уничтожены. Получено опыта, кредитов, платины и, в общем, закрыть отсчет. Вот, нравится мне задание на вот этом амолоте. Амолот прям, ух, прям класс. Мне нравится. Серьезно, на нем приятно выполнять задание. Они легонько так проходят, приятненько, на расслабоне. Я понял. Так. Найденные вами артефакты могут помочь нам найти руины Портаана. Эти артефакты обладают величайшей исторической ценностью. Могут сыграть ключевую роль в понимании нами Портаанской на наследие. Мы очень благодарны вам за борьбу с геттами. Если геты вновь станут угрожать успеху задания, мы немедленно известим вас об этом. Ну, в общем, как-то так. Давайте попробуем выполнить еще одно задание Пламени. И в следующей серии, наверное, выполним последнее задание. Чуть не пролетел мимо. Ретранслятор. Ну, давайте прыгнем в ретрансляторы сразу. Так. Повелитель Пламени. Атака геттов. Нам руины Портаан пока не нужны. Нам нужны вот это. Атака геттов. Питей нас на молоте тоже выбросят. Поэтому будет относительно легко это все сделать. Топливный склад здесь поближе. Собственно, почему я решил там не заправляться. Потому что топливный склад есть и здесь. Итак, вот Повелитель атака геттов. Сейчас мы посмотрим, что же здесь такое творится. Итак. Где-то вот здесь вот это. Аномалия. Запускаем зонд. С помощью сканирования планеты были обнаружены сигналы, отоставленные на ее поверхности капсул с датчиками. В капсулах могут содержаться ценные данные. Внимание, температура на поверхности планеты крайне низкая. Не подвергайте молот длительному воздействию опасной низкой температуры. Окей. Короче говоря, из жаркого вулхана. Холодный-холодный. Планетоид. Ой. Весело нам будет, короче говоря. Я понял. Так, ну, естественно, берем нашу стандартную команду. В принципе, мы вообще почти всю команду собрали. Нет моего любимца здесь, но я думаю, что это не так страшно. Субтитры делал DimaTorzok Так. Короче говоря, нам... Нужно очень-очень аккуратно... Стоять и двигаться у вот этих... Фигней. Потому что там температура у нас не падает. Ну, готов поспорить, здесь где-нибудь они тоже, скорее всего, запихнули... Какую-нибудь полезную фигню. Типа ресурсов. По крайней мере, я бы по фану сделала так. Причем бы сделал... Ресурсов очень много бы в этом месте, но... Кто их знает... Ясно, понятно. Короче говоря, стоять бесполезно. Нифига, но она мне не прибавляет. Давайте, мужики! Две штуки осталось. Да я уж понял, что температура падает, причем сильно. Последний остался. Данные получены, отлично. Очки, опыта, все получено. Правда, причем тут атака гетов, я так и не понял, ну да ладно. Что ж, это было хорошее задание, по крайней мере, быстренькое, шустрое, знаете, так... Раз-раз-раз-раз-раз, и прям классненько. Мне понравилось. Хочу, хочу еще. Я уже понял. Капитан, над анализом данных, которые вы получили из результатов экспериментов гетов с климатическими изменениями, работают наши лучшие специалисты. Мы надеемся, что эти данные откроют новые возможности для будущих колонистов в области терраформирования. Мы, как гетов, используются инновационные технологии связи, которые должны помочь нам разработать новые системы для снижения атмосферного шума. Посвидетельность абратаранской активности на этой планете отсутствует. Хорошо. Значит, будем искать что-то более интересное и более новое. Нам нужно добраться до ретранслятора, и на этом, наверное, я думаю, как вариант завершить эту серию. Она была не такой сильно большой, но, тем не менее, думаю, приятной. В общем-то, что я хотел сказать, дорогие мои друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и спасибо за просмотр. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока, мои дорогие.